всем привет друзья ну что вот наконец-то официально наступила зима у нас сегодня 1 декабря первый день зимы ходили с ромашкой в школу погода ну такая сами видите снег идет уже не прекращается насколько три-четыре дня очень постоянно высота сугробов растет и когда без ветра еще более-менее с ветром конечно очень больно снег бьет и по глазам и по лицу и везде в общем вот забрали ромашку идем сейчас домой и сегодня по нашей традиции последних лет мы будем ставить что елку елку да остался ровно месяц до нового года и не последние года когда мы стали искусственную елку мы стали ставьте 1 декабря живую раньше мы стали 29 декабря искусственную 1 в общем все ромашки уже не терпится и мы решили что поднять себе настроение таким образом сегодня будем ставить елку сейчас придем домой переделаем все свои дела все умоемся покушаем и так как впереди еще и выходные будем ставить елочку погнали так у нас там елку поставили что-то огоньков не видно на камере нас каждым годом все усея усея это елка и шарики на ней висят уже не так не так украшена конечно как раньше все я шапочки да Да, все нормально. Я садилась. Ты сразу? Да. Ты сразу? Тех. 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 Я тоже за камеру и за камеру. Не знаю, за сегодня, наверное, сантиметров 10 выпало снега еще. Утром в школу шли. Было почищено, вон здесь уже. Да, во дворах дороги вообще не чистится. Да, можно ночью переломать. Печально ходить там. Опасно. Тут еще как-то более-менее во дворе у нас пациентство застревают машины. Вот, ну, такая, короче, рыхлая каша везде во дворах. Ну что, ребята, у нас уже вечер. У нас уже поздний вечер. Дети уже спят. В общем, елку мы сегодня так и не поставили. Не поставили почему? Потому что, когда мы пришли домой со школы, Ромашка нам сказал, что у него очень сильно болит голова. И, в общем, мы решили померить температуру. Ну, я сначала потрогала лобик у него, почувствовала, что горячий. Мы решили померить температуру. Померили. Оказалось, что у него температура 38. Вот, я спросила в школе, он говорил ли кому-нибудь об этом. А он сегодня был в продленке, он сказал, что да, он сказал педагогу из продленки. Вообще, мы не оставляем Рому в продленке. Но на этой неделе у них в школе между первоклассниками был турнир по шашкам. И Рома сам изъявил желание в нем участвовать. Конечно же, мы не были против, были только за. Поэтому эту неделю он ходил у нас в продленку. И, в общем, он сказал, что да, он педагогу в продленке сказал, что у него болит голова. Ну, и на этом, в общем-то, все. Я позвонила учителю, я говорю, что… Говорил ли Рому вам, что у него болит голова? Она говорит, да. У них как раз сегодня был последний день турнира. Она говорит, когда мы собрались все вместе фоткаться с ребятами, говорит, я его позвала. Говорит, а он сидел, держался так, типа, за голову. И я, говорит, спросила, ну тебя что-то беспокоит? Он сказал, да, у меня болит голова. Но после этого ребята первокладшки стали говорить, что у него не болит голова. Ну, и как бы, да, да, она извинилась честно, но она сказала, что она почему-то не додумалась отвезти его в медкабинет. На что я сказала, что вы знаете, что мой ребенок крайне редко на что-то жалуется, но если он говорит, что у него болит голова, ну, как-то это, наверное, надо проверить. Она говорит, честно, я не додумалась tiverатьbliку, даже температуру, я говорю, ну что чувствовалось даже так, да, то есть, что у ребенка температура. То есть он у нас ходит, даже кровь всегда сдаёт вообще спокойно. Прививки сидел, буквально две недели назад ему делали прививку, довольно болезненную. На что я его спросила, было больно? Он сказал, да нет, так как муха, как муха села. Даже не как комарик, а как муха села. Ну то есть как бы вообще, он к боли очень устойчивый. И если он говорит, что у него что-то болит, значит это очень сильно болит. В общем, я дала ему таблетку, сказал, что нужно полежать. Он был расстроен, он хотел срочно ставить ёлку. Я говорю, нужно полежать, чтобы температура хотя бы спала, давай вечером. И в общем, пока ему дали таблетку, уложили, чтобы отдыхал. Мне срочно пришлось отъехать на работу ненадолго. В общем, я съездила на работу, сделала свои дела. Потом зашла, купила кое-какие продукты, вкусняшки домой, сок ему. Приехала, смотрю, у него красные все глаза, вокруг глаз всё красное. Ну видно, что ребёнок такой заболевает. Я говорю, давай ёлочку установим завтра. Потому что он расстроился, сказал, нет, сегодня. И в общем, пока мы с Ваней разговаривали, решали, думали, что делать, он уснул. И мы думали собрать ёлку самим, не собирать. Но в общем, решили оставить это на завтра. Завтра выходной у ребят, я работаю. Но ребята у меня все будут дома. И в общем, будем завтра собирать, ставить ёлку. Так что вот. В общем, не прощаюсь. Давайте украшать ёлочку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так вот, ещё штору повесили. Ну и вот, сама ёлочка. Большой раз я повесил одну гирлянду. Сейчас купили тройник, и теперь три гирлянды. И здесь ещё вот детская ёлочка. Но она пока временно тут стоит. Звезду пока не включаю. Она на аккумуляторе. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, друзья, ёлочка позади меня готова. И сейчас мы с вами узнаем, как же готовится к Новому году Москва. Наш собственный корреспондент из Москвы Анна. Мы хотим вам показать, как Москва готовится к Новому году. И здесь, где тысячи больших корреспондентов, годы дракона. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну а мы на этом наше видео будем заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.